Безнаказанность приводит к развитию вседозволенности, нарушению закона, к эгоизму и зачастую все это ведет к плачевным последствиям. Здравствуйте, уважаемые телезрители. На телеканале «Россия» программа «Следствие СКР-09». Два родных брата предстанут перед судом за совершение преступления. Следственным отделом по городу Черкесск Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Карачаевой Черкесской Республике и завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей ООНа Хурзук. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенной группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, и хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору. Следственным установлено, что вечером 29 января 2022 года два родных брата, находясь в центре города Черкеска, на почве ранее возникших неприязненных отношений из-за конфликта между родственниками напали на мужчину. Один из злоумышленников произвел потерпевшего не менее двух выстрелов из огнестрельного оружия, от которых последний упал на землю. В этот момент второй обвиняемый присоединился к преступным действиям своего брата, и они вместе нанесли несколько ударов предметами, используемыми в качестве оружия в область головы и туловища потерпевшего. Однако обвиняемые не смогли довести свой преступный умысел до конца по независимым от ним обстоятельствам, ввиду активного сопротивления потерпевшего и своевременного оказания ему квалифицированной медицинской помощью. После совершенного преступления мужчины скрылись с места происшествия, но на следующий день в ходе проведенных оперативно-розыскных и оперативно-поисковых мероприятий были задержаны сотрудниками Министерства внутреннего дела России по Карачао-Черкесской республике. В целях установления истины по уголовному делу следователям допрошены более 30 свидетелей, проведены необходимые экспертизы, проверки показаний на месте с участием обвиняемых, в ходе которых последние детально рассказали все обстоятельства совершенного ими преступления, а также иные следственные процессуальные действия, изобличающие мужчин в совершении указанных преступлений. В настоящее время собрана исчерпывающая доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Житель Ивановской области подозревается в покушении на убийство своего знакомого. Следственным отделом по Мало-Карачаевскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачао-Черкесской республике возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего уроженца города Иваново, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 30, частью 1 статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и покушения на убийство. В ходе предварительного следствия установлено, что днем 8 августа 2022 года в ходе распития спиртных напитков в одном из домоводений села Учки-Кен между двумя мужчинами произошел конфликт на почве ревности и внезапно возникших неприязненных отношений, в результате которого подозреваемый, находящийся в состоянии алкогольного пиения, возник преступный умысел. Реализуя задуманное, подозреваемый, осознавая общественную опасность своих действий, схватил лежащий на столе кухонный нож и нанес не менее двух ударов потерпевшему в область брюшной полости. Однако подозреваемый не смог довести свой преступный умысел до конца по независимым от него обстоятельствам, в связи с тем, что его действия были пресечены, находящимися рядом очевидцами, а также благодаря своевременно оказанной потерпевшему медицинской помощи. Подозреваемый был задержан в порядке ст. 91 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации и допрошен в качестве подозреваемого. В ходе подозреваемый полностью признал свою вину, подробно рассказал все обстоятельства совершенного преступления. С участием подозреваемого проведена проверка показаний, где он последовательно показал обстоятельства совершенного им преступления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 3 ст. 30 ст. 1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. И он был допрошен в качестве обвиняемого. Проведено осмотр места происшествия, где изъяты предметы и объекты, в том числе и орудия преступления, нож. Назначены и в настоящее время проводятся все необходимые судебные экспертизы. Сотрудниками следственного отдела выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. В единый день голосования 2022 года в Российской Федерации пройдут выборы различного уровня. Коротко о профилактике перед выборами. В единый день голосования 2022 года в Российской Федерации пройдут выборы различного уровня. По информации избиркома Карачаево-Черкесской республики, в частности, пройдут 43 избирательные кампании. В их числе выборы депутатов Дум муниципального образования города Черкеска, Думы Карачаевского городского округа, Совета Абазинского муниципального района и Советов 38 городских и сельских поселений республики. Также решением избирательных комиссий назначены дополнительные выборы депутатов Советов по одномандатным избирательным округам Эльбурганского сельского поселения и Кардонихского сельского поселения. Установление оснований и мер юридической ответственности за нарушение законодательства о выборах и референдумах относится к ведению Российской Федерации. Данные отношения могут рекламентироваться нормативными правовыми актами только в форме федерального закона. Статья 79 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации. За нарушение законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах федеральными законами предусмотрено несколько видов юридической ответственности. Это конституционно-правовая, уголовная и административная. Уголовная ответственность наступает за совершение общественно опасных нарушений избирательных прав граждан и их права на участие в референдуме, причиняющих существенный вред охраняемым законам общественными отношениями или при организации проведения выборов и референдумов. В зависимости от состава и тяжести преступления при привлечении к уголовной ответственности нарушители подвергаются штрафу в размере до 700 тысяч рублей или размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 4 лет. Также за нарушение законодательства о выборах при наступлении уголовной ответственности виновные лишаются права занимать определенные должности на срок от года до 5 лет и могут быть назначены обязательные работы до 480 часов или наказание в виде ареста или лишения свободы на срок до 5 лет. Уголовная ответственность за нарушение законодательства о выборах и референдумах предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации, а именно статьей 141 Уголовного кодекса этого сперпятствования в осуществлении избирательных прав или работе избирательной комиссии, статьей 141 прим. 1 нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата избирательного объединения деятельности и инициативной группы по проведению референдума или иной группы участников референдума. Также статьей 142 Уголовного кодекса это фальсификация избирательных документов, документов референдума и статьей 142 прим. 1 фальсификация итогов голосования. Офицеры Следственного комитета России возложили цветы к мемориалу в память о трагических событиях, связанных с оккупацией территории Карачаева Черкесии. Так сложилось, что вспоминая ужасы Великой Отечественной войны, мы говорим об убитых солдатах, военнопленных, истреблениях и унижениях мирных граждан. А ведь можно выделить еще одну категорию безвинно пострадавших. Это дети. Мы сегодня собрались на памятнике, который был поставлен в память о детях, погибших от рук фашистских нацистов. В августе 42-го в Тиберду ворвались передовые отряды немецких войск и горные стрелки элитной дивизии Эдельвейс. Фашисты сначала уничтожили взрослых евреев, заставив тех выкопать большую яму, согнали в нее всех, расстреляли и слегка присыпали землей. После поступил приказ грузить больных детей в герметично закупоренную машину. 54 полураздетых ребенка, страдающих костным туберкулезом, сложили в кузов машины один на другого. Машину отогнали в лес, где она простояла около часа. Тела удушенных газом больных детей впоследствии были сброшены в Тибердинском ущелье. С тех пор минуло 80 лет. Мы, жители республики, сотрудники следственного управления, чтим память об этих невидно биянных детях, в памяти которых нынешний памятник, на котором мы сегодня находимся, установлен. Все будем очень надеяться, что в дальнейшем на наших землях, да и во всем мире, такие события никогда не повторятся. Следственный комитет по Карачаево-Черкесии взял под свой патронат обелиск. В преддверии трагической даты сотрудники следственного комитета по Карачаевску при поддержке администрации города отреставрировали памятник, покосили траву и убрали мусор на всей территории. В траурном митинге принял участие руководитель следственного управления, генерал-майор юстиции Николай Щепкин, а также председатель союза ветеранов следствия республики Умар Лагучев. Мы должны помнить об этих невинно убитых детях, о тех людях, которые сражались против фашистских захватчиков, которые освободили нашу Карачаево-Черкесию. Офицеры Следственного комитета России, ветераны следствия, сотрудники Росгвардии и администрации возложили цветы к обелиску и почтили память минутой молчания. Сдержать безнаказанность человеке можно многими способами. Самый эффективный – это закон. Ведь отсутствие наказания за содеянное приводит к их увеличению. Это была программа следствия СКР-09. До встречи через месяц, всех благ и не переступайте черту закона, за которое последует наказание. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ